Всем привет! В этом видео поговорим о том, что китайская нефтяная корпорация покидает США и Великобританию, опасаясь попасть под санкцию, как Россия. Китайская национальная нефтяная корпорация СНУК заявила о скором прекращении бизнеса в США, Великобритании и Канаде. По данным международного новостного агентства Reuters, данные планы связаны с опасением попасть под санкции, аналогичные тем, которые западные страны вводят в отношении российских компаний. Речь может идти и об аресте активов СНУК за рубежом, и об аресте денежных средств на банковских счетах. Китайский нефтяной гигант начал экспансию на западной рынке в 2013 году, когда приобрел за 15 миллиардов долларов канадскую нефтедобывающую компанию Nexon. Вслед за этим СНУК купил у США и Великобритании лицензии на разработку нефтяных месторождений в Мексиканском заливе и Северном море. В Северном море китайская компания эксплуатирует крупнейшее нефтяное месторождение Buzard, добывая порядка 80 тысяч баррелей нефти в сутки. Китайская компания также ведет разработку битуминозных песков, добывая легкую нефть в Канаде и поставляя ее на внутренний канадский и американский рынок. Любопытно, что американские СМИ в январе текущего года сообщали, что американские власти не заинтересованы в уходе китайской нефтяной компании с западного рынка. Хотя в то же самое время США ввели санкции в отношении СНУК за активную работу по добыче нефти в Южно-Китайском море. Поводом для введения Минпромторгом США санкционных ограничений стали опасения американцев, что передовое и высокотехнологичное американское оборудование для подводной добычи нефти может быть использовано правительством Китая для «подкрепления незаконных партизаний Пекина на независимость Тайвани в Южно-Китайском море». Вследствие принятых санкций американских поставщиков обязали прекратить сотрудничество с СНУК в части поставок оборудования, необходимого для добычи нефти и газа с месторождений в Южно-Китайском море. При этом тем же американским поставщикам разрешили продолжить сотрудничество с китайской компанией в части проектов, реализуемых в других странах. Правда, руководство китайской компании запретили посещать США, что создает трудности в управлении процессом добычи нефти с месторождения Мексиканского залива. Такой избирательный подход китайцев не устроил, и они решили, не дожидаясь новых санкций, просто продать свои активы на Западе. Не стоит также сбрасывать со счетов, что данный шаг может быть обусловлен желанием китайской компании зайти на российский рынок, с которого должны вскоре уйти американские и британские нефтяные корпорации.